В свои 11 лет Игра уже может похвастаться друзьям. Его сказку опубликовали в настоящем сборнике. Юный писатель стал лауреатом. В первой степени конкурса мы сочиняем и рисуем сказку. Я писал о том, что жил когда-то ленивый человек и к нему как-то пришла бабушка и сказала, чтобы она для него припасла подарок. И сказала ему, чтобы он его взял. Он сказал бабушке, чтобы она сама ему принесла и она превратила его в козлька. Более 100 лауреатов конкурса получили свои награды в Доме культуры «Солнечный». Творчество участников этого конкурса передает трепетное, бережное отношение к слову, к родному языку, к родной речи, к родной литературной культуре. Безусловно, эстетическое отношение к изобразительному искусству. Конкурс «Мы сочиняем и рисуем сказку» проходит в два этапа. Перед ребятами стоит непростая задача – продемонстрировать навыки писателя и одновременно иллюстратора, пусть и не без помощи родителей. Оценивали творчество участников настоящие профессионалы – писатели, поэты, публицисты и психологи. Знаете, эта рубрика потрясающая, когда вы сидите и сочиняете вдвоем, когда вам есть о чем говорить, правильно, есть о чем говорить. Когда вы друг друга понимаете, когда у вас фантазия идет ключом. Кто-то из родителей говорит, а можно так, а нет, а вот так, а если вот так, понимаете, это здорово, когда рождается художественное произведение вот так, вживую. Лауреаты буквально очутились в сказке. Встретились с котом-ученым и поучаствовали в мастер-классах. Посмотрели яркий спектакль «Муха-цокотуха. Именинность оркестра», постановки государственного ансамбля, русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии. Но жуки-червяки беспухались, по углам по щелям разбежались.